МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главные темы этого дня. Жених с большой дороги в Хасаверте, неравнодушный мужчина, преградил путь похитителям невесты. Чем все закончилось, узнаете в нашем сюжете. Производственные отходы вместо воды. Как они попали в водопровод в дагестанских огнях, выясняют причины опасного инцидента. Дручуны в прямом эфире МВД Дагестана установило реальных участников нашумевшего сетевого переполоха. Похищение невест на Кавказе в свое время было очень популярно. Традиции своего рода, в том числе благодаря небезызвестному Шурику из Кавказской пленницы. Кража девушек с целью женитьбы продолжается в Дагестане и по сей день. Те, кто оправдывает это, говорят, что часто это единственный способ соединить судьбы. Об очередном похищении неудавшимся, к счастью, невесты расскажет моя коллега Алина Багилова. Ролик, который облетел весь интернет буквально за один день и резонансный случай произошел в Хасавюрте. На кадрах видно, как белая приора преследует девушек, которые шли с занятий. Ими оказались студентки медколледжа имени Башларова. Молодые ребята попытались затащить одну из девушек в машину. Подруга невесты по неволе не растерялась на видео. Она всеми силами пытается удержать спутницу, чтобы не дать похитителям осуществить свой план. Момент похищения увидел проезжавший мимо мужчина. Заметив неладное, он остановил машину и бросился спасать девушку. Именно благодаря ему невеста и осталась на своем месте. Став один против толпы, он отстоял свободу девушки. Храброму молодому человеку помогли его спортивные навыки. Мы обратились к невольному герою за комментарием по поводу случившегося. Пару дней назад, когда я ездил на очередную лекцию в медицинский колледж имени Башларова, я случайно попал в такую ситуацию. И вот увидел, проезжая мимо, я увидел, как девушку, которая идет за занятия домой, хотели похитить. Конечно, мы знаем, нельзя проходить мимо чужого горя. Основываясь на этих принципах, я вышел из машины и повлиял на это событие. И что я хочу сказать, что конфликт там же был исчерпан. И девушка тоже благополучно добралась домой. Как выяснилось позже, ранее девушка была засватана за того самого парня, который пытался ее похитить. Но помолвка разладилась. Узнав, что у бывшей невесты скоро свадьба, экс-жених ничего другого не придумал, как взять, да и украсть. Но план горе-похитителя не удался. Специально для нашего канала мать невесты согласилась прокомментировать это тревожное событие в жизни их семьи. Я хочу выразить огромную благодарность Усману Шейхову за то, что он заступился за нашего ребенка. Можно назвать его поступок героическим. Почему? Потому что мы привыкли, что когда кому-то требуется помощь, все включают камеру и снимают все, что там происходит. Поэтому я хочу пожелать ему огромного счастья, ему, его близким и всех благ в обоих мирах. Алина Багилова, Мурад Ахмедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Хасаверт. В Министерстве по национальной политике наградили лауреатов 4-го Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». От Дагестана в нем участвовало 22 журналиста. Пять из них стали победителями. Это корреспонденты Асият Аседова и Магомед Баширов, ГТРК Дагестан, Патимат Бурзиева, РГВК Дагестан, Хадижат Курбанова, ННТ и Хасайбат Меджидова, Дагестанская правда. Победители получили от Общественного народного фронта денежные призы, сертификаты победителей и ценные подарки. Напомним, в конкурсе приняли участие более 2000 региональных журналистов из всех 85 регионов страны. Рассматривалось больше 6000 конкурсных работ, которые были посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Опасные производственные отходы в дагестанских огнях, поступающие с территории коньячного завода, затопили огороды и подвалы частных домов. Из водопроводных кранов, ближайших к коньячному заводу домов, идет темная вода с резким запахом. Местные жители вынуждены покупать воду, поскольку у них нет централизованного водоснабжения, а используемые ими колодцы тоже заполнены отходами. Погибли растения и домашняя птица. По этому факту начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана процессуальная оценка действиям руководства предприятия и должностных лиц администрации дагестанских огней. Полицейские в Дербинсе установили и допросили участниц драки в прямом эфире в Инстаграм, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. По предварительным данным, блогер Фатима Арабова отправила своих родственниц на разборки с девушкой, которая оскорбила ее в соцсетях. Драка транслировалась в прямом эфире. В отделе полиции 18-летняя жительница Дербента рассказала, что не обратилась в полицию, потому что не хотела, чтобы отец узнал об этом инциденте. Установлено, что девушку избила 22-летняя жительница Махачкалы. В ближайшее время по данному факту будет принято соответствующее процессуальное решение. Правительство Дагестана призвало владельцев аптек зарегистрироваться. Это необходимо, поскольку с июля этого года в России начали маркировать лекарства. Незарегистрированные аптеки не смогут их продавать. Эта тема обсуждалась на встрече в Рио-Первого. Зампредседателя правительства республики Анатолия Карибова с представителями крупных сетевых аптек рассмотрели вопросы оптовой торговли лекарственными препаратами, в том числе дефицитными, а также ситуацию с ценами на лекарства и их ассортимент. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям с Росздравнадзором процент зарегистрированных аптек в регионе увеличивается. Россельхознадзор Дагестана обнаружил песчано-гравийный карьер на землях сельхозназначения. В ходе проверки земель в Карабудахкенском районе зафиксирован факт нарушения земельного законодательства. Работники карьера для добычи песчано-гравийной смеси затронули и земли сельхозназначения, где было произведено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы. В ходе рейда инспекторами земельного надзора были отобраны почвенные образцы. В отношении собственника участка будет составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудниками управления на основании материала, поступивших от администрации Карабудахкенского района, был осуществлен выезд на земельный участок, арендованный гражданином Гассенбекова. В ходе осмотра выяснено, что 6 тысяч квадратных метров земель в сельхозназначениях используются под добычу гравийно-песчаной смеси. Арендодатель приглашен в управление для составления протокола. Концерн КЭМС запустил в Кизляре производство электротрансформаторов. Для этого создан отдельный производственный участок. Концерн уже изготовил два трансформатора, которые проходят испытания на его подстанции. Энергетическая компания Дагэнерджи в 2021 году планирует производство более 300 трансформаторов мощностью 400 киловатт. Интеллектуальный контролер для учета газа рекомендует установить собственникам жилья «Газпром» межрегион «Газмахачкала». Он устанавливается вместе с основным газовым оборудованием. Это дает возможность автоматизировать передачу сведений о потребленном газе и предотвратить аварийные ситуации. Умный счетчик измеряет объем потребленного газа и автоматически передает сведения без участия потребителя. Преимущество также заключается в том, что не нужно запоминать срок ежемесячной передачи показаний и тратить на это время. Прибор работает автономно, на батарейках и не требует подключения к сети. Наличие такого контролера может стать гарантом безопасности для потребителей. Датчик отслеживает выход контролируемых параметров газа за допустимые значения и прекращает подачу газа в помещение, предотвращая аварийную ситуацию. Фонд «Инсан» продолжает помогать семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Дербенском районе фонд внес свой вклад в строительство дома для семей Кельбихановых, так как он был в аварийном, непригодном для проживания состоянии. В гости в новый дом приехали представители фонда и муфтията. Хозяин дома был очень рад приезду гостей и выразил огромную благодарность всем тем, кто принял участие и помог. Не остался в стороне в это трудное для них время. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова